Станция метро Дарница. Вот как она выглядит на улице. Здесь центр дома, кузака хата, бива. Рядышком скверы вот такие вот. Ну, а мы идем в направлении парка Перемога. Вот здесь какие вот аллеи ухоженные. Одинокий сосны стоят. Ну, вот такой вот там переход. Это и есть ориентир прохода к парку Перемога. Ну, идем. Станция метро Дарница. Это красная ветка метро. Здесь, конечно, уже везде новостройки. Раньше этого всего не было. Был такой лесок. Сейчас, конечно, уже все это дело сильно меняется. Ну, а этот переход, конечно, сохранился. Сейчас посмотрим, в каком он состоянии. Там дальше бульвар Перова. Справа Андрея Малышка. Ну, а это Броварской там проспект. Вот такой он весь в граффити, в объявлениях, в мусоре. Конечно же, кругом. Ну, а мы пройдем здесь. Сделаем небольшой кружок. В направлении парка Перемога пойдем направо. Посмотрим, что здесь меняется с годами. Интересные деревья. Маленькие сосны. Ёлки, которые чудом не повырубали перед Новым годом. Клёны. Слева и справа клёны. Там были ели, а здесь клёны. Петров поехала. Здесь разбитые аллеи. Сейчас здесь перейдем или уже там? Ну, давай здесь как раз пять минут. Ходит 50-й троллейбус. До Вопецкой. Перешли дорогу. Идем еще в одном сквере. Здесь такие маленькие скверы разделены дорогами. Что очень удобно для пешеходов. Гостиница Братислава. Справа. А, вот и парк Перемога. Вот только что заработало колесо обозрения. Конечно, небольшое, а такое как в зоопарке. Ну, может быть, немножко больше. Ну, какая там обзорка с него. Сейчас посмотрим. Теперь пойдем назад. Там прогулялись. Сделали небольшой кружок. Здесь, кстати, совсем недавно, буквально несколько недель назад, был отреставрирован центральный вход в парк Перемога. Вот мы сейчас все это дело и посмотрим, что там поменялось. Что мы заходим чуть-чуть сбоку. Здесь молодые кусты высажены. Тюльпаны. Ну, в данный момент они уже отцвели, их нет. Вот такой сад камней. Туи растут. Колесо крутится, но ни одного человека на нем нет. Пойдем как в лабиринтами, да? Какие интересные экспозиции. Жаба на дереве. Это, по-моему, жаба. А, это хамелеон, да? А, вон люди катаются. Ладно. Пойдем посмотрим, что там. Ну, парк чистый. А вот интересный памятник. Интересно, кому это. Здесь, конечно, еще нужно асфальтировать. Еще есть небольшие недоделки. Ну, я думаю, их в течение года уже завершат. Так, и что мы тут читаем? Скульптурная композиция. Люди Победы. Изготовлена 7 мая 16-го года. Группой Киевлян, телеканал Интер. Да. Побольше таких экспозиций. Ну, а вот он. Вот как выглядит центральный вход в парк. Чтобы мы зашли немножко сбоку. Вот он. Ну, здесь читаем Историю 22 червня 41-го. Это вероломный напад фашистских загарников на Радянский Союз. Начал Великой Вечезняной Войны. 1418 дней в ночи тривала Великая Вечезняная Война. Украина перебывала в лире войны. Какая-то каша подойдет. Чтобы было читабельно. Ну, он же ухаживает. Все-таки вот здесь вот чистят. Мусора практически нет. Вот. От 41-го по 45-й полностью все исторические вехи. И дальше. Вот. Уборка производится. Вон коммунальные службы, коммунальщики работают. Здесь можно выпить кофе. Правило поведенки в парку. Ну, это все-таки больше посвящено коронавирусу. Вон какая вот экспозиция и цветник. Интересно выложенный. Да, ну, конечно, ни в одном парке такого не видел. Там сейчас устанавливают. Или летняя кафешка будет, или Киевскаровский салон. Ну, такие интересные шахматы. Шивань из диваны. Сухой травы, скорее всего. Или компост. Здесь должен был быть фонтан. Ну, потому что в данный момент он не работает. Вот для него место. Здесь обосновалась арома кава. Арома кавы уже кругом. Где их только нет. По всему городу. Ну, хотя кофе у них приличный. Ничего не могу сказать. Ну, конечно, собаки здесь не в тему. Очень жаль, что разрешают с собаками гулять в таких парках. Она же никакой гадит. Она еще и разрывает эти ухоженные газоны. Вот в чем дело. То есть, вот как может. Вот. На поводке бежит. Вот нормально. Вот так можно. Но не отпускать, чтобы она рылась в газоне. В этих цветочных экспозициях. Это уже вообще бардак. Ну, вон. Само бегает. Такая интересная экспозиция Туй. Тут мотысковый парк. Находится. Слева. А вот справа есть билет с водой. Там можно выпить воды. И набрать. Хотя сейчас очень забраковали качество воды в этих билетах. Уже такие более достаточные анализы провели. Что показало, что все-таки эта вода, она больше непригодна. Чем пригодна к питью. Варить что-то, она не готовит. Другое дело. Но. Упокреплять ее в сыром виде, конечно, не рекомендуется. Сопоставили результаты с анализами воды водопровод. То есть, оказалось, что водопроводные намного чище, чем билетные. Но, может, не во всех районах города. Здесь тоже какая-то летняя кафешка. Мороженое. Парк очень большой. Я его весь показывать не буду. Дойду вот. От этого памятника. Он такой розарий. Это уже поздние виды роз. В основном розы в июле. Это поздние сорта. Вот такой классный заяц. Сейчас я к нему подойду. Даже отсюда. Вот сзади он смотрится довольно привлекательно. Так, тут информация. Это кроличная нора. Это место, куда Алиса кинулася на уздогин за кроликом и попала до казкового света, где на ней чекала фантастическая пригода. В черновом саду вы можете разглядеть казковых персонажей, которые разместились на клетушой галявине, что межует с норой кроля. Мы уверены, что они подаруют вам правильные позитивные эмоции, как и вся выставка в целом. Ну, тоже про нее авторы. Все, что касается этой экспозиции. Вот такой вот кролик. Ну, а я сейчас подойду к этой стелле. Обойду ее. Посмотрю, вот эти мелкие памятнички. Первую часть закончу. А, достаточно немелкие. Я уже вижу, что там большой памятник. Ну, это самокат, как детям, конечно, здесь раздолье. Самолет летит сверху. Ну, называется это место Курган без смертя. Открыто в 67-му році в память про героев, які отдали життя за свободу та незалежность батьківщины в роки Великой Вечественной Війны. Землю для Кургану привезено с солдатских и партизанских могил, які знаходятся на территориях держав-участниць Другої Святовой Війны. Реконструйовано в 2004 року. Молодцы. Возважение здесь есть регулярно. О, тут еще продолжается парк. Он огромный. Аж туда, вглубь. Тоже хороший цветник такой симпатичный. И там еще что-то. Посмотрим потом. Так, а шо ж олицетворяет этот памятник? Возвращение в 2012 году народным коштумом всеукраинской громады за поддержку Украинского фонда культуры и мировой влады. Мать и Украина. Борис Олінек. Интересно, полная чистота. Даже у дворных и это чисто. Абсолютно серийные. Так, ну на этом первую часть закончу. Парк Перемога. Напоминаю, Дарнис. Дарнис. Дарнис.